Ну а по жертвам трагедии в Мюнхене скорбят, конечно, не только в Германии, но и во всем мире, в частности в Косово. Жертвами трагедии стали три косовских албанца. Президент Хашим Тачи объявил сегодня государственный траур. На территории всей частично признанной республики будут приспущены флаги. Кроме того, Тачи предложил любую помощь Германии в расследовании этой ужасной трагедии, выразил соболезнования семям погибших. Подростков, которые стали жертвами нападения, похоронят на родине. Их тела должны привезти уже сегодня. Это просто ужасная трагедия для всех. Моей племяннице было всего 14, и ее жизнь оборвалась. Это боль, которую невозможно описать. Сейчас нужно сделать все, чтобы такое больше никогда не повторялось. Этой ночью Эйфелеву башню подсветили в цвета флага Германии. Таким образом, власти Франции выразили солидарность семьями погибших и пострадавших в результате стрельбы в торговом центре Мюнхена. Главной достопримечательностью Парижа пришли сотни горожан. Они зажигали свечи, оставляли записки с соболезнованиями родным и близким. Но тем временем расследование трагедии продолжается. И сейчас главное для полиции это выяснить мотивы мюнхенского стрелка. В ее рюкзаке обнаружили книгу «Почему дети убивают», которая очень заинтересовала правоохранителей. Книга психолога Питера Лангмана содержит исследования 10 случаев массовых убийств, которые в разные годы совершили школьники США и Европы. По словам одного из друзей мюнхенского стрелка, он был одержим. История Тима Кречмера, который в 2009-м убил 15 человек в немецком колледже. Ну и, возможно, копировал его действия. Кроме того, Алисон Бали, так зовут преступника, интересовался атакой, которую устроил неонацист Андерс Брейвик. В его компьютере нашли много материалов о теракте в Норвегии. Кстати, сам автор книги считает, что именно история Брейвика исподвигла мюнхенского стрелка на эту чудовищную атаку. Ну, когда я услышал об инциденте, я был очень потрясен. Тем более, что это коснулось меня самого. Я не знаю, почему предполагаемый преступник читал мою книгу. Из всей той информации о стрельбе в Мюнхене я сделал вывод, что стрелок изучил опыт Брейвика. Так что не моя книга, а Брейвик стал примером. И то, что преступление совпало с пятой годовщиной теракта в Норвегии, это доказывает. Трагедия в Мюнхене произошла вечером 22 июля. 18-летний немец иранского происхождения Алисон Бали открыл огонь по посетителям торгового центра Олимпия и прохожим возле ресторана быстрого питания. Преступник застрелил 9 человек и ранил 16, а затем покончил с собой. Ноги с жертв стрелка оказались несовершеннолетними.